всем привет мы уже который день подряд ездим купаться на море в жару ничего дома не делаем только мама делает утром и вечером поэтому в жару снова едем на залив купаться сегодня вновь очень сильный ветер северо-восточный и где-то 9 12 метров в секунду вот даже сейчас кручу педали и знаете с таким усилием не получается это делать на велосипедах мама впереди уже уехала предыдущие два раза на заливе мы ездили на машине и на велосипедах здесь ездят все от мала до велика потому что это самый удобный способ передвижения летом особенно в жару потому что гораздо дольше получится пешком идти на велик сел и все и быстренько ты добрался до места назначения там магазин в дк на море куда тебе надо сегодня мы едем уже чуть попозже уже после обеда эта школа слева так вот розы красиво сейчас цветут мы выехали где-то после двух часов сейчас точно не могу вспомнить не смотрели в общем два с чем-то мы выехали и через сейчас 15 минут где-то так может 10 мы доедем до залива по центральной улице сейчас тоже проедемся здесь аллея из роз очень красивая просто любуйтесь пока я показываю да и сами любуемся вообще красота везде рынок какую-то одежду продают причем очень много мы едем на пристань на глубину вновь купаться к вопросу о срубленных деревьях в центре поселка помните мы вам говорили об аллее которую срубили и вот здесь стоял старый кинотеатр и о боги как хорошо что его убирают сносят мы уж начали переживать что деревья убрали парка не будет и чё к чему оказывается все нормально потихоньку видно убирают кирпичи складывают разбирают а что будет у нас в темрюкском районе новый парку моря ждем приморчане ждут мама говорит уже три года ждут ждем эти здесь как красиво здесь деревья здесь всегда такая тень и так приятно гулять проезжать вот здесь просто бы вот это все привести в порядок вот лишние кусты убрать и деревья большие оставить потому что вот вот между этими деревьями находятся дорожки вот раз аллея здесь и вторая аллея ну и ветер сегодня туда видно что что северо-восточный ветер с той стороны не будет водорослей где мы купаемся а с другой будут уже вижу ну и ветрища вы просто не представляете даже рыбаков сегодня нет зато кайтеры катаются ну в принципе вполне удачное время выбрано практически никого нет люди пойдут только в четыре часа волны вот откуда они дуют это и есть северо-восток даже лавка свободная сейчас здесь норовещий может быть оставим вот а с этой стороны в принципе не так много волн мама уже говорит я не хочу купаться да не то что не хочу просто такой ветер сегодня даже не знаю как мне головной турбор без него чтоб купаться улетит вообще нефиг делать сейчас пока переодевались местные жители даже сказали что были все сегодня на азовском море что вода просто ледянущая так что решили здесь да купаться вот так что меня не уговаривайте в холодной воде купаться только когда станет она ну 24 в Азове тогда можно туда ехать сейчас пока ну нет 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 болеть я не хочу тем более летом водичка я вам скажу достаточно прохладная явно холоднее чем вчера но все равно буду купаться привыкну ну 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 сегодня на своей шкуре прочувствовали насколько холодное море ну такое градуса 23 наверное это ух ветер какой просто ух вылазишь и просто тебя окатывают вот таким холодным Штормовый, можно сказать, ветром. Отлично покупались. Конечно, сегодня настолько ветрено, что просто там волны сносились с ног. Уже оделись, и сейчас возвращаемся также на велосипедах домой. Вечер на Руду гораздо больше уже пришло, и детей очень много, и пожилых все приходят. Но да, конечно, водичка гораздо прохладнее, чем в предыдущие дни. А сейчас я вам покажу кайтеров, которые, видимо, уже покатались на волнах, на ветру, и уже собирают вещи. Или кайтеры, или кайтеры. Так что на Тиманском заливе можно найти занятие по душе, даже покататься вот на таких штуках. Люди как раз-таки выбирают тот день, когда наиболее ветрено подходящий, когда им ветер, и приезжают. А знаете, что у нас здесь уже? Первые огурчики. Вот это да. Вот так вот. Листечко такое мы подобрали. Видно, еще есть маленькие. И есть уже такие хорошенькие. Надо еще искать, может быть, где-то еще есть. Вот такие есть маленькие. Видите, мама сделала вот такие дуги, так лучше закреплять эту пленку. Ткань эту. Вот так вот. Ну, мама поливает каждый день. Здесь огурцам, конечно, очень тяжело. Жара. Вот они, огурчики наши. Еще ничего не срывали. Это вот первые. Вот они, вот они лежат. А вот наша вишня. Тоже дозревает. Зреет. Это еще рановато. Но, знаете, первые-то ягодки хочется попробовать. Просто. Мало, конечно, жалко, так что мало. Но ждем, 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 когда поспеет. Ну, вот тут созрела ягодка одна. Даже не одна, а две. Во! Все. ПОЛЧто. Там. 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 Продолжение следует...